Анна Кимова. Гонщица. Дисклеймер. Все персонажи и события романа являются вымышленными. Любые совпадения случайны. Мне недавно задали вопрос. Как продвигается новый роман? Я ответила. Не знаю. Он сам себя пишет. А. Кимова. Пролог. Стелла, ты слышишь меня? Девочка моя. Папа? Да, моя хорошая. Открой глаза. Посмотри на меня. Нет. Ты не заставишь меня этого сделать. Не заставлю. Могу только попросить. Пожалуйста, открой глаза. Посмотри на меня. Это ложь. Все ложь. Открыв глаза, я не увижу тебя. Опять обман. Уходи. Нет. Я никогда не оставлю тебя. Ты — это только голос в моей голове. Ты уже оставил меня. Тебя не существует. Это все неправда. Что есть правда, Стелла? И что тогда существует, если не моя любовь к тебе? На свете нет ничего, кроме того, что ты выбираешь. Я выбрал любовь. А что выберешь ты? Смерть. Не верю. Ты моя дочь. Ты не можешь выбрать смерть. Глава первая. Скала. Июнь 2017. Сочи. Упоительное синего небо разбивалось на сотни мелких осколков, отражающихся в синих гранулах ее глаз. Эти глаза были похожи на ту часть мирового океана, что омывало арктические ледники или бескрайние пространства Антарктики. Такая же глубокая, голубая. И такая же холодная. Даже в этот жаркий южный день ее глаза заставляли вспомнить о сиянии ясной полярной океанической глади. Беркут. В небе парил Беркут. Он зорко вглядывался в зеленый массив, распластавшийся под его крылами и подступающий к отвесной скалистой стене. Справа лес будто врастал в каменную породу. Хозяин неба уловил движение. Кто-то взбирался вверх по стене. А, это вы, странные существа, подумал Беркут. Кто создал вас и зачем? Вы сами не знаете, кто вы и сами не понимаете, зачем вы здесь. Вы сильны и умны, но мне отчего-то жаль вас. Хозяин неба ощутил неясную тоску. Он издал пронзительный и грустный крик. Стелла Светило солнце. Вокруг стояла зеленая тишина. Местами стена была покрыта кустарниками. Справа к ее подножию вплотную подступал лес. В синем небе парила хищная птица. Она издала крик. Стелла вскинула голову и увидела Беркута. Она на миг замерла. Короткой секундой что-то будто промелькнуло в сознании, но сразу исчезло. Стелла тут же забыла об этом. Она поднималась вверх по скалистой стене. Ее опоясывала страховка, в которой крепилась бутылка с жидкой магнезией и мешочек с сухой. Девушка была одета в темное облегающее спортивное боди. Черные с желтыми буквами скальные туфли на два размера меньше ее привычной обуви сдавливали стопы, помогая прочувствовать каждый сантиметр рельефа под ногами. А такого же цвета повязка удерживала от лица волосы, выбивающиеся из хвоста. Стелла сосредоточенно взбиралась вверх по отвесной стене. На ее сконцентрированном лице были видны мелкие капельки пота. Она переместила корпус, правой рукой схватилась за скальный выступ, а освободившуюся левую опустила в мешочек с сухой магнезией, закрепленной на поясе. Ловким движением Стелла перебросила сначала одну, а затем другую ногу на уступ скалы, находившейся выше ее корпуса, подстраховала себя второй рукой. Разжав пальцы, она медленно выпрямилась во весь рост. Девушка стояла на небольшой площадке скального порога. Стелла медленно выдохнула. Самый сложный участок пути был пройден. Теперь она в безопасности. До вершины оставались считанные метры. Она наклонила пристегнутую к поясу бутылку с жидкой магнезией, выдавила небольшое ее количество на ладони и втерла в них, подергала страховочный шнур, машинально ощупав карабин и гри-гри, и продолжила восхождение. Примечание. Карабин, гри-гри. Приспособление для организации страховки и скоростного спуска в альпинизме. Девушка ощущала нетерпение. Она не была намерена отдыхать, не хотела ждать ни минуты, скорей бы вершина, еще чуть-чуть. Перебираясь с одного выступа на другой, Стелла, наконец, достигла ее. Далекий горизонт, вплоть до которого были видны прекрасные хвойные леса, лежал теперь перед ее глазами. Она подняла голову. Хищник в небе снова издал крик. Но та мимолетная мысль, недавно чуть не пробившаяся вспышкой сквозь ее замороженное сознание, не успела снова созреть в голове. На плечо Стеллы легла рука мужчины. Да, Эля, на этот раз ты превзошла сама себя. Это было очень быстро. Стелла обернулась. Возможно, я не думала об этом. Просто не хотела останавливаться. Сегодня чувствовала, что есть силы. Она бросила мимолетный взгляд на проводника, но вскоре уже смотрела, как сквозь него. На вид ему было лет сорок. Мужественное лицо, крепкое сложение. Определенно это был привлекательный мужчина. Но Стелле было все равно. Спасибо, сказала она, так и продолжая смотреть сквозь него. Ну что, поехали обратно? Даже не отдохнешь? Он был в недоумении. Отдохнем на том свете. Не резон тебе еще про тот свет думать, сказал он шутливо. А чтобы не оказаться там раньше времени, нужно делать остановки и давать себе отдыхать. Но Стелла не слушала его. Поехали. Она сделала движение к краю скалы, обернулась к проводнику. Или тебе надо еще отдохнуть? Проводник взял ее за плечо. Эля, мы здесь вдвоем. Давай побудем еще немного. С тыльной стороны ладони мужчина погладил Стеллу по шее. Затем привлек ее к себе. Глаза девушки не выражали никаких эмоций. Перед ним было лишь недвижимое лицо, сомкнутые губы. А вот он смотрел на Стеллу совсем по-другому. О тебе, думаю, все время. Послушай, давай спускаться, сказала она тихо, но уверенно. Пока запал. Не хочу прерываться. Эля. Стелла отстранилась. Потом. Я не хочу прерываться. Девушка начала спуск. Проводник был вынужден направиться за ней. Двое альпинистов ловко спустились вниз к подножью скалы, где их ждал черный джип с открытым верхом. Стелла подошла к машине, возле которой уже возился проводник. Она сняла страховку, повязку, кинула вещи на заднее сидение, стала переобуваться. Проводник был рядом и рылся в спортивной сумке. Послушай, давай без обид. Не знаю, что ты там себе напридумывал, но оно тебе не нужно. Эля. Я знаю, о чем говорю. Не стоит. Правда. Лучше просто выбрось все из головы. Поехали? Поехали. Он больше не смотрел на нее. Когда джип подъехал к вилле Ильяных, солнце было уже на исходе. Стелла вышла из машины, взяла с заднего сидения свои вещи, обернулась. Сзади к ней подошел проводник, встал напротив. Резким движением он подался к девушке и поцеловал ее. Стелла не сопротивлялась. Отстранившись, она спросила. «Ты хочешь зайти?» «Да». «Но я завтра уезжаю». «Как? Почему?» На лице проводника отразилось смятение. Несколько мгновений Стелла стояла молча и смотрела на него. «Так что? Все еще хочешь зайти?» После недолгих размышлений мужчина ответил. «Да». «Хорошо». Они прошли внутрь. Стемнело быстро. Ночь была недолгой. Утро наступило стремительно. На крыльце виллы снова появились двое. Проводник был одет в свою вчерашнюю одежду, а на стеле было короткое белое полупрозрачное платье. Ее распущенные волосы тревожил легкий ветер. Казалось, что и он желал эту девушку. «Есть сигарета?» Спросила она. «Ты куришь?» «Иногда». «А я не курю». «Это правильно, наверное. Ведешь здоровый образ жизни? Так ведь?» Он грустно посмотрел на Стеллу. «Вел». «Вел и будешь продолжать вести». Девушка смотрела в упор. «Я хочу увидеть тебя в твой следующий приезд». Она отрицательно покачала головой. «Нет. Лучше забудь». Стелла замолчала. «Мотылек, мотылек, я не твой огонек». «А что, если как раз мой?» «Точно, говорю, нет». Ее холодная улыбка прошлась мурашками сверху вниз от тела мужчины. «Ничей?» И если разобраться, то и не огонек вовсе. Проводник грустно смотрел на Стеллу. Лицо девушки стало серьезным. «Что ж, давай прощаться». Она поцеловала его. «Не вспоминай меня». Стелла развернулась и прошла в дом. А он так и стоял, рассеянно глядя на закрытую дверь.